всем привет дорогие друзья с вами павел георгиев это видеоблог и онлайн-тур агентства георгий в этом выпуске мы с вами поговорим о том как выбрать турцию а точнее как выбрать путешествие для семейного отдыха в турции соответственно на лет в этом выпуске друзья мы поднимем интересные темы я считаю что они как говорится уже на опыте и поэтому я обслужу с вами естественно первое как выбрать местоположение то есть какой выбрать курорт соответственно мы поговорим о том какой выбрать естественно пляж на этом курорте да мы поговорим естественно же про отели про уровни отелей про их различия поговорим обязательно про питание и конечно же поговорим о том какое время выбрать отдыха да то есть какой месяц где лучше где хуже да соответственно по цене немножечко поговорим до общих чертах то есть какое время лучше это приобретать и какое время будет более выгодное для отдыха ну и соответственно еще много деталей я расскажу на эту тему. Так что смотрите обязательно этот выпуск до конца, пишите свои вопросы, но я очень хочу, чтобы у вас вопросов после этого видео не осталось, остались только комментарии и, конечно же, обращения к нам по туру. Перед тем, как начать это видео, сразу скажу, что я занимаюсь продажей, оформлением туров онлайн по всей России. Конечно, уже не только я, многие меня знают, конечно же, мы уже составили команду, мы общаемся с вами все вместе, с моей уже большой, достаточно считаю, командой, и вы можете задавать наши вопросы все так же по WhatsApp, ниже под этим видео, и мы, соответственно, вам ответим. Для тех, кто умеет и хочет самостоятельно бронироваться, он может перейти на наш сайт, ниже под этим видео будет ссылка на мой сайт georgiev.travel, может быть самостоятельно найти для себя какой-то тур, присмотреть его и оставить нам заявку. В общем, любые удобные способы для вас, мы работаем официально, с вылетом из любого города, договор, подписанной сферой подписью моей организации, где я являюсь директором учредителя, чек на любую оплату, без процента это не переводы, это полноценная оплата, все как положено, с любой карты, чек на почту, друзья. Так что формальные технические моменты проговорили и переходим к самой сути этого выпуска. Ну что, друзья, я себе составил, как обычно, планчик на ту тему, о которой поговорим, но на самом деле этот план, он всегда у меня есть в голове, потому что я всегда с туристами общаюсь и всегда, когда мы начинаем вот этот диалог, да, то есть я всегда пытаюсь выяснить, что хочет человек, естественно, все выслушиваю, понимаю и, как правило, мы находим тот самый нужный вариант. Но, прежде всего, я хотел бы, конечно, все-таки рассказать и погрузить, как я многих своих туристов погружаю, в это направление. Многие его знают, но о многих есть, конечно, многие вопросы. Для кто-то первый раз отправляться за границу, это вообще абсолютно нормально. Итак, самый первый пункт, который я себе пометил, это, конечно же, определиться, я думаю, в первую очередь, время отдыха, то есть какой месяц отдыха поехать лучше, чтобы было максимально тепло, хорошо, комфортно и так далее. У нас сезон в Турции начинается, ну, вместе с началом чартерных программ, это с конца апреля и заканчивается до конца октября, ну, где-то чуть-чуть, начало ноября, где-то захватывается. Но, в основном, это конец апреля и конец октября. Вот в этот период можно смело ехать, отдыхать. Но, конечно, есть нюансы. Какие они? Это, конечно же, в первую очередь, теплота моря. Для многих это важный фактор, для многих это фактор относительный, но вот сейчас задача наша, как раз, разобраться. Здесь есть вот какой момент. Многие люди рассматривают теплое море, это уже 24 градуса, 23 градуса, это прекрасно, они говорят, супер классно, на улице жарко, и оно охлаждает. А вот кому-то море нужно 28, 29, вот такой температурой, чтобы лежать, как в парном молоке, и отдыхать. Для примера скажу, что, как правило, на наших южных курортах Черноморского моря в пик сезона, это там, бархатный сезон, море составляет в среднем 24, 25 градусов, да? А вот в Турции уже в пик сезона, в июле, в конце июня, в августе, в сентябре море 28, 29, оно гораздо теплее. Поэтому, если вы хотите насладиться прям теплющим, классным морем, я вообще рекомендую отправляться, начиная с конца июня, и где-то примерно до середины сентября. Это будет максимально теплое, горячее даже, к вот степени, но не такое, как в Эмиратах горячее, классное море. Кто хочет вот лежать в теплом море и едет, естественно, мы говорим про семейный отдых с малышами, как вот я, например, и вы наверняка, то, конечно же, хотите, чтобы ваши малыши были в море, купались, отдыхали и не думали о том, что они сейчас застучат зубами, у них будут синие губы, а вы будете думать, как их вытащить. Поэтому вот, я считаю, июнь, здесь зависит от погоды, но, как правило, вот июнь, вторая половина, июль точно, август точно и вторая половина сентября, это прям шикарное время для вот этого отдыха. Остальное время, например, начиная с конца апреля, май, море еще бодрящее. Я скажу на своем примере, мы в том году с семьей, я был в командировке, как раз в апреле, мы как раз в том году на Пасху как раз там попали, и были мы где-то две недели, да, может чуть больше, и мы поездили в разных местах, и я скажу, что море очень бодрит в апреле месяц, очень. Да, можно искупаться, но это, как говорится, на любителя, и можно идти в бухточку максимально более-менее чуть-чуть потеплее, но все равно море будет бодрить. Поэтому тот, кто собирается ехать в апреле, на майские праздники, будьте готовы, что погода будет отличная, будет очень комфортно, можно и в рубашки, и в майки ходить, но море будет еще бодряще, это имейте в виду. Также будет оно в начале июня бодряще. Но опять же подчеркну, это все для тех, кто именно оценит по теплоте море, потому что у меня есть очень много людей, которые говорят, в мае было шикарно, но это, как говорится, уже вот это соизмеряете, я это там сразу объяснил, как есть. Поэтому если кто-то будет говорить, что супер тепло, нет, оно как бы не всегда теплое, поэтому от времени года зависит. Так что вот что касается пляжа, моря, это вот, идем к следующему пункту. И следующий пункт, друзья, который я задаю вопрос своим туристам, это, конечно, что вы хотите от пляжа, чтобы это был песчаный пляж или галечный, он есть и такой, и такой в Турции. Поэтому дальше мы плавно перейдем к курортам Турции, но вот этот момент очень важный будет, потому что многие люди говорят, мы хотим гальку, другие, нет, мы хотим песок. Очень часто бывает непонимание, а в чем разница, кто-то наоборот настаивает на песке. Я здесь для, опять же, семейного отдыха с детьми проясню один момент, так как многие знают, это многодетный отец, и, соответственно, у меня есть от маленьких до великих детей, поэтому я вам точно скажу, что лучше, а что хуже. На мой взгляд, на мой взгляд, конечно же, пляж галечный, хороший галечный пляж, например, такой, как в Кемере, идеально подходит для малышей маленьких. Поясню почему. Потому что ваши малыши, если будут в песке, и маленькие, они будут ковыряться, для вас, кажется, это такая классная штука, у вас представляется такая картинка, песочные замки, домики, он такой с лопаточкой, но по факту, если это ребенок до двух лет, песок будет в глазах, в ушах, в трусах, у вас везде, и вы замучаетесь бегать за водой, его ополаскивать, и это будет немножко напрягать. Я вам точно говорю, да, это вроде эстетически все вроде кажется приятно, но на самом деле, поверьте, галька в сто раз лучше. Он взял камушек, максимум в рот засунул, поиграл, дальше пошел и так далее, ну, плюс массажный эффект, это тоже классно. Поэтому с маленькими детьми я бы все-таки, я вот лично выбираю, вот галечный пляж, для меня это идеально. Если мы говорим все-таки о песчаном пляже, этот момент вы имеете в виду, если детки уже постарше, понятно, это уже, кажется, истории не будут, они будут играть, действительно строить замки, что-то там бегать, ну, и вам тоже, возможно, будет комфортно. Можно рассматривать, конечно же, песчаные пляжи. И тут, конечно, друзья, мы с вами плавно переходим, а где же у нас песчаные, а где же у нас галечные? Давайте разберемся. Итак, я предлагаю заехать в нашу Турцию, наверное, в середины, мы прилетаем с вами в аэропорт Анталия, и у нас поехало налево и направо курорты. Мы с вами двинемся, если смотреть на море, в левую часть. Прямо у нас с вами будет Анталия, Анталийское побережье. Если мы прямо выезжаем в город в Анталии, например, такие районы, как сама Анталия, Канайалты, и чуть Лары, они чуть-чуть разные. Поясняю, прямо у нас Галька, Анталия, вот Анталия-центр, например, там отель Риксос Даунтаун, например, это галечный пляж. Только галечный пляж. Канайалты. Галечный пляж. Хороший, новый, свежий, но галечный пляж. Это все как бы прямо в Анталии. Пляжи разные, они по-разному называются, но вот это так. Двигаемся чуть левее. Район Лары, он как бы делится на две части. Первая Лара, это тот район, где у нас небольшие отели, и там отвесная скала, и там начинаются пляжи. Классно для тех, кто едет взрослыми, классно для тех, кто хочет какого-то другое, немножко Турции, да, не такой как бы большой. Там уютно, хорошо, много ресторанчиков, магазинчиков, в таких местах обычно берут отели, и там, соответственно, у нас есть на скалах такие спуски, и на них есть рядами места для отдыха. Лежаки, это все платное, но как бы зато, плюс какой, вы на скале, у вас прекрасный, классный вид, и в море сразу вы заходите, скажем, вот так, по поясу, вот, и не надо куда-то заходить. Есть тоже своя романтика, свои плюсы, но вот такой здесь пляж. Теперь вернемся в Лару, чуть левее, где стоят огромные территории отелей, там Дельфин, а далее там Элит Лара, и так далее, там Нирвана отель, Космополитен, и так далее. Мы двигаемся в ту часть, где огромная территория отеля. У нас там песчаный пляж, но он песчаный, с меленькой-меленькой галечкой. Можно сказать, он песчаный пляж, полноценный, хорошие, огромные территории отеля, и, конечно же, прекрасный, хороший, пологий заход. Сразу здесь проговорю, что море в Турции, во всех пляжах, чистое, какой-то мусор там и так далее, такого этого нет. Конечно, при каком-то шторме где-то что-то может принести, но в целом пляжи все чистые, за это можно не переживать. Так что вот в этой части у нас начинается максимально песчаный пляж, и, друзья, мы еще не проговорим этот момент с вами, дальность от аэропорта для многих, это тоже важный показатель, это максимально близкий песчаный пляж. Это район Лары. Лара, соответственно, Кунду, вот это как раз там, там отели такие, как Свандор, Топкопи, например, Кремлин, Венеция, это вот как бы тоже вот в этом части района. Дальше мы с вами двигаемся и потихонечку мы с вами попадаем в Белек. Белек уж многие все знают, да, это такое курортное, скажем, премиальное место отдыха. Там у нас, соответственно, есть хвойный лес и, соответственно, первая линия отелей. То есть тоже там песчаный пляж, там огромные территории отелей, большие все, есть небольшие, есть на второй линии, но в основном это все первая линия, большие территории отеля, типа отеля Мега Сарай, типа отелей, например, Порт Нейчерл, Макс Ройл и так далее. То есть, ну много, можно много перечислять и так далее. То есть разные отели. Плюс в этой части Белека еще дополнительно отмечу, есть, скажем, местный Диснейленд, Ленд оф Легенд. Это как раз куда привозят на развлечения, горки, аттракционы и так далее. Вот в этой части Белека. Поэтому здесь у нас также идет песчаный пляж. Дальше с вами двигаемся Сиде. Мы приезжаем Сиде, это чуть подальше, но в Сиде, на мой взгляд, наверное, самый такой уже начинается идеальный песчаный пляж. Он прям песок, песок и в этом плане все очень хорошо. Можно выбрать разные отели, там есть и на первой линии, и на второй линии, и апарт отели. То есть, в общем, разные, абсолютно разный формат отелей есть, на любой вкус. Единственное, есть момент такой, что некоторые отели стоят удаленно от пляжа и он может быть а-ля первая линия, но до пляжа там 500 метров. Ну, практически первая линия. Бывает такое очень часто, расстояние до пляжа чуть больше, но не везде. Поэтому можно смело выбирать Сиде, и в Сиде, кстати, цены будут пониже, чем в Белейке. Вот, поэтому тоже момент проговорю этот и выбирать там ради песчаного пляжа. На мой взгляд, это самая протяженная часть в Сиде по песчаной линии и, соответственно, пляжу. Если в Белейке там и в Анталии немножечко переплетается с галькой, то здесь уже будет полноценный песок. Так что вот так, друзья, Сиде, берите на заметку. Двигаемся еще левее и попадаем с вами в большой район, очень многими любимыми для семейного отдыха. Это, конечно, район Алания. Все ее знают и все стремятся сразу. Все Алания, тепло, классно для детей и все такое. Сразу проговорим, хоть я хотел бы сказать по трансферам и времени в конце видео, но мы еще там пару интересных моментов поднимем, но проговорю. У нас с вами Алания, это большой район, большой регион. Если рассматривать Алания-центр как Алания-город, это точка, в которой много отелей, много инфраструктуры, прекрасный пляж Клеопатры, песчаный, с такой более крупным песочком, он такой очень красивый, хороший, пологий заход, можно отдыхать, но в Алании, в самой центре Алании территорий с большими, соответственно, территориями отелей их нет. То есть там они все маленькие, то есть это комплекс, бассейн и все. Комплекс, бассейн и все. То есть это не огромные территории. То есть кто хотел там в центре Алании увидеть как бы какой-то отелей с огромной территорией, зеленые, с аквапарком, это вообще не про это. Потому что многие как бы думают так, а это не так, друзья. Вот я вам посразу говорю. Но там есть песчаный пляж, вот в этой части, потом у нас гора, где Красная крепость и с левой стороны тоже песчаный пляж, но он там уже в перемешечку с галикой. Соответственно, у нас там тоже Алания делится на многие районы, там Махмутлар, Кыргаджак и так далее. Сейчас не хочу вас этим грузить, но смысл в том, что если вот так вот взять Аланию, вот так у нас в центре есть и песок, есть песок с галькой в перемешку. Тут уже надо смотреть, где-то есть плита, например, в некоторых таких отелях, как, я его называю, Догоняй, там, Бич, да, Гарден, Бич там тоже немножечко в сторонке находится в той части, чуть-чуть плита, где-то галька и так далее. Например, такие отели, как и в Талии Оушен, доезжая до Алании, там прекрасное побережье, Инжикун там хорошие, классные пляжи, ну и так далее. Там очень много, есть нюансы. Мы по отелям, наверное, параллельно сразу с вами говорим. Конечно, вот все, что не в центре Алании, там есть отели с большой, огромной территорией. И, конечно же, там с прямым выходом на пляж, но много в Алании, как раз идет дорога, разделяет эту всю часть, и многие отели стоят за дорогой, и у них, у многих, есть подземные тоннели с выходом на свой, соответственно, пляж первой линии. Это вот очень часто распространенная история в Алании. Что здесь я отмечу? Знаю, что многие туда стремятся, и немножко здесь задержусь. В Аланию стремятся почему? Потому что в Алании чуть теплее, чем, соответственно, в других курортах. Но я тоже ваш миф немножко разобью, потому что в Алании теплее, это когда в зимний период заметно, да, там может быть 3-5 градусов. В летний период ну не так уж и заметно, я вам скажу. Сделаю свою ремарочку. Мы приезжали как-то в конце октября, приехали в Белек, потом были в Сиде, и я скажу, что в Белеке, хотя это типа в ту часть Алании, да, мы ходили аж на прям кофту надевали вечером. При этом мы приехали в Кемер, а говорят, в Кемере еще холоднее. В Кемере все дни было намного комфортнее, мы даже вечером ходили в майки. Поэтому я скажу, вот эта история с теплотой, она такая относительная, да. Чуть теплее, но как бы я бы не сказал, что это критичный такой момент, на который прям стоит сильно заморачиваться. Вот, поэтому по Алании вот так. Опять же, удаленность Алании от аэропорта, это 150 километров. Имейте в виду, что-то ехать приличненько. И многие знают, нравится там Утопия Вортл, отель смотрят, это Кольгаджак, это за Аланией центром, это как бы ехать далеко. Поэтому в таких случаях лучше брать там индивидуальный трансфер, об этом поговорим. Так что, если мы рассматриваем вот Анталию, мы с вами проговорили от Анталии влево. Теперь давайте пойдем от Анталии вправо. Теперь мы идем вправо от Анталии, вот я говорил там, Канаялты пляж у нас, Галичный, и дальше, следом у нас идет с вами курорт Кемер. Кемер тоже делится на деревеньки, скажем так, на райончики свои. Есть Кемер-центр, и мне очень, кстати, нравится, многие знают, мне чем он нравится. Здесь объясню, какая есть особенность, в отличие от прежних тех, скажем, частей Анталийского побережья. Здесь есть классные, красивые горы на заднем фоне. Они прям такие большие, остроконечные и так далее. В Алане тоже есть горы, но они как бы не так эпично выглядят. В Кемере они очень эпично выйдут, и когда вот из Анталии вы только выезжаете в сторону Кемера, вот этот вид, город такая, мощь сразу классная. И когда вы приезжаете в Кемер, у вас получается классная картинка, и вот мне она очень нравится для отдыха. Ты просыпаешься, даже не с видом на Меры, мне кажется, лучше брать, а с видом на горы. Открываешь, у тебя такие горы стоят прям эпично. Вот там где-то белое облачко зацепилось за них. Класс. Выходишь, все зелено, и синее море. И даже когда ты находишься в море, я уже тоже не раз это говорил, ты плаваешь, наблюдаешь за всем этим, и у тебя классный вид. Море, зелень, горы. Просто великолепный вид. Мне очень за это нравится Кемер. Но, как говорил, Кемер делится на разные райончики. Кемер-центр это максимальная инфраструктура, не такая огромная, как в Алании. Потому что Алань это прям город-город. Машины, мотоциклы, пибиканье, запах выхлопных газов в Алании в центре достаточно сильно ощущается. в Кемере, в центре, это все не настолько активно, и не такой, конечно, огромный Кемер-центр. Но есть площадь, есть парки, есть различные развлечения, есть там клубы, и так далее. Все это гармонично сочетается в таком комфортном отдыхе. Мне очень там нравится пляж, там крупная такая классная галька, там есть порт рядышком, можно отправиться. При этом, вот, кто-то там говорил, нам порт там, грязь какую-то видел. Я сколько приезжаю в Кемер, а я бываю каждый год, слава богу, ни разу я грязных пляжей, какой-то грязи я не встретил, друзья, честное слово. Вот, так что в этом плане все отлично. И у Кемера центра есть еще одна интересная штука. Вот есть Кемер центр, у него выходите на пляж побережье, оно длинное, галечное, и есть с правой сторонки за, соответственно, портом пляж Moonlight. То есть там песчаный пляж, и это прикольно. Вот, то есть там, соответственно, можно, кто хочет песочек, прийти туда и пожалуйста. Там есть территория некоторых отелей, но в основном это вся береговарение, она там кафе строяточена, и, соответственно, можно просто заплатить за шезлонги, за лежаки и спокойненько там отдыхать. Но если не хотите платить, можете просто со своим полотенчиком прийти, бросить вас оттуда никто не выгодит. Вот. Вот, кстати, там, там, после какого-то шторма я видел, приносило немножко мусора, грязи с моря, да, было, а вот слева части не было. Но это как бы, здесь вас никто не заставляет туда приходить, вы можете в основной части купаться. Ну и, соответственно, у нас есть там Бельдиби, Чумьёва, Гёнук, и, соответственно, Текерово, это тоже районы Кемера. А в чём их там плюсы? Они все галичные, но у них есть какие плюсы? То, что Кемера такая более активная история, кто хочет и выйти погулять потом, ещё что-то, это да. Кто хочет более спокойного отдыха, это вот территория отелей, отели, отели, это, конечно, все остальные как бы курортики, да, деревушечки, это Кемера. Вот, так что Кемер мы особо отметили эпичник. Теперь можем двинуться ещё дальше, но на самом деле дальше двигаются очень редко, очень редко. Ну и, конечно же, я про эти курорты сейчас расскажу, там есть пару моментов. Дальше можем двинуться, это у нас будет, наверное, самое такое известное место, куда многие тоже стремятся, это Фетхия. Но там тоже есть некоторый нюанс. Само Фетхия, центр Фетхия, там, в принципе, то особо и не купаются. Там купаются правее и купаются чуть левее, там ещё есть одно местечко. В общем, Фетхия, я скажу, это, наверное, уровень 2-0, да, в отличие от всего Антолийского побережья, тем, кто уже был везде на Антолийском побережье, Фетхия будет интересно. Можно куда-то выйти, немножко другая атмосфера, погулять, там есть классный парк, детские площадки, мы даже туда специально кто-то ездили. Вот, есть там прикольные места, вот, а люди Ныс очень многие знают, да, это тоже рядом с Фетхия находится, наверное, более курортная зона, но там не такая большая полоса пляжная, отелей много, поэтому там в пик сезона бывает достаточно людно, поэтому интересное место, но если его выбирать прям полностью против там Антолийского побережья, ну, я бы как бы подумал. Плюс там чуть-чуть прохладнее, и это правда уже. И если мы двигаемся дальше в Марморис, там в Марморисе море прохладнее, и оно прохладнее даже летом в пик сезона, потому что там подземные источники бьют, ключи, и поэтому море, даже в пик сезон, если в Анталийском побережье, там Анталия, Кемер, Алания, Сиде, будет море прям теплющее, то здесь оно будет так же бодрящее весь сезон. Не настолько оно будет прям теплое, не настолько холодное, но вот где-то 24-25 оно так и держится. Вот. Соответственно, Марморис классное место для отдыха, но опять же для тех, кто хочет городскую среду, более такое европейскую, почти 4 километра набережная, можно гулять, кафешки, магазины, все такое, небольшие территории отелей, и вот как раз это про Марморис. Интересно на самом деле место, оно атмосферное, но если вы там выбираете, я хочу аквапарк с детьми, семейный отдых, а мы про это говорим, то Марморис наверное нет. Я еще, друзья, срезюмирую, где лучше, как с семейным отдыхом. Пожалуйста, смотрите выпуск до конца, я стараюсь по максимуму поделиться полной информацией, чтобы у вас общая картинка сложилась, а потом мы с вами все выделим. Я уверен, и у меня цель этого видео, чтобы после просмотра этого видео вы поняли, ага, вот сюда я точно хочу. И дальше бы мы начали уже погружаться с вами в отельную базу данного региона. Вот. Соответственно, Марморис мы с вами посмотрели, то есть Марморис есть еще рядышком небольшой курортик, тоже с песчаной полосой. Кстати, там песок, Марморис, кстати, песок, песок там идет. Вот. Соответственно, можно там. Ну и, соответственно, наверное, можно закругляться, потому что дальше мы говорим там уже о Бодруме, там и других курортах, конечно, туда уже для семейного отдыха гораздо реже едут или едут те, кто уже как бы кому приелось, скажем, вот это побережье Анталийское, едут там бодро, мол, что-то другое бодром прикольно. Бодром достаточно такая гористая везде местность, немного, опять же, отелей с огромными территориями и, как говорил, по морю оно чуть прохладнее вот с той стороне. Поэтому, в принципе, смело, если вы едете для семейного отдыха отдыхать, надо выбирать Анталийское побережье, а все остальное это уже второй уровень, как говорится. Вот. Так что, друзья, я вас немножечко по курортам сориентировал, где, чего, как. И сейчас мы с вами переходим к следующему блоку нашего видео. Ну что, я думаю, мы с вами разобрались примерно с регионами, где, какой пляж, что это такое, где, с чем едят. Я думаю, самое время поговорить нам о том, какие у нас отели, территории, вот вообще как-то про отели поговорить, потому что это важно при выборе для семейного отдыха, какой все-таки выбрать отель. И это уже как бы следующая задача после того, как мы определились с курортом. Здесь я тоже расскажу в целом, что на что делить, что на что смотреть, и вы поймете. Самое главное, я вот перед тем, как сейчас рассказать про отели, хочу вас предостеречь от одной, на мой взгляд, ошибки, ошибки при выборе отеля для семейного отдыха. И вот, в чем она заключается. Приведу пример, и он, к сожалению, или к счастью, не знаю, для моего опыта, происходит периодически вот какой. люди бронируют какой-то отель, выбирают, конечно же, и по бюджету, и по цене, всегда хочется сэкономить. И бывает, когда люди увлекаются вот этой экономией, экономят какие-то незначительные деньги. Но я сейчас скажу на весь тур, грубо говоря, с детьми, я думаю, предполагаете цену тура, экономят 10%, 5% бывает этой суммы, в пределах 10-15-20 тысяч рублей к этой экономии. Вроде кажется, она существенная, но сильно проигрывая в качестве отеля или в видовой истории отеля. И вот какая ошибка бывает. Люди бронируют, приезжают и такие, да блин, да вот здесь то-то не то, здесь такой вид, да здесь не то. И они, самое что парадоксальное, на месте платят деньги за улучшение этих условий. Пример. Человек бронирует, я говорю, может вид на море? Они говорят, да ну нет, да зачем? Да что переплачивать? Да не надо на никакой вид на море. Я говорю, ну смотрите, там просто он хороший, а там вот как бы может быть. Да нам не надо, главное отель хороший, слава богу. Там место нормальное, я говорю, окей. Они бронируются, естественно экономят буквально 10 тысяч рублей, приезжают на место. Потом говорит, Павел, знаете, что-то вид вообще не очень. Я говорю, ну как бы я вроде говорил. Ну вы не переживайте, мы тут 30 тысяч доплатили сверху, и у нас классный вид. И в этот момент такой, а в смысле, почему? Да, и вот такая вот ошибка, она как бы, иногда на людей напрягает, потому что им приходится доплачивать, а иногда люди с легкостью расстаются с большими деньгами, которые на старте они пытались как-то сэкономить. Вот это, мне кажется, неправильный изначальный подход, и обязательно к этому подходу присмотритесь. Вот сегодня, прям сегодня, мы с людьми выбирали отель, и выбор стоял, ну грубо говоря, в бюджете в районе 300 тысяч рублей, 250 мы 300 смотрели, и люди мне говорят, ну вот это выбрали, вот это выбрали, да, я говорю, подождите, они поставили не параметры, что бы они хотели от отдыха. В Турции никогда не были, да, мы, конечно, проговорили про песок, про все остальное, но я услышал от них главный запрос, что они бы хотели иметь максимальную инфраструктуру для детей, 5 и 10 лет дети, по-моему, такого возраста, и они хотели как раз, чтобы для детей было классно, супер и весело. При этом выбирали отель, который располагает пару горочками, ну, как бы так себе, ну, я сейчас скажу, как бы он неплохой, но как бы я по конкретике сейчас скажу, отель Rox Royal, находится в Кеммере, классные виды, безусловно, отель неплохой, неплохой, но сверху на 15 тысяч рублей мы сразу попадаем уже в порт Natural, может быть кто знает. Это отель в Береке, который с шикарным просто, с шикарным, развлекательной, шикарно-развлекательной программой для детей, ультра-олл-инклюзивом, премиальным алкоголем, что для родителей наверняка тоже важно, потому что они хотели тоже отдохнуть, с анимационными программами, и, естественно, этим отелем все, кто вот хотел весело и активно, очень довольны. 15 тысяч, а разница, я думаю, кто был и знает, и видел, она огромная. И вот они большие молодцы, что прислушались, и мы с ними забронировали порт Natural. Уверен, что их отдых придет прекрасно. Если вы смотрите видео, вам огромный привет. Вы правильно поступили, что выбрали этот отель, а я правильно поступил, что я вам сделал несколько еще других вариантов, и расширил ваш кругозор, и мы выбрали правильный отель. Что, собственно, мы и делаем, это наша работа, и всегда идем не от бюджета, а идем от ваших пожеланий, от нашего опыта, и соединяем эти две вещи, чтобы ваши ожидания от отдыха всегда совпали с реальностью. Вот такой, друзья, у меня девиз от моей компании Georgiev Travel. Так что двигаемся дальше. Теперь мы можем спокойно с вами перейти как раз к тому, чего я хотел сказать про уровни отелей. И эта тема такая достаточно енкая, но, уверен, для вас будет очень полезная и интересная. Есть еще один такой интересный запрос у туристов. Не вот троечку, но как четверочку. Вот прям, чтобы была четверочка, но питание как в пятерочке. И вот как бы дней 14, ну как за 7. Ну это как бы такой немножко уже комичная история для многих. Но тем не менее, вот такой запрос часто бывает. Типа, а может быть есть вот такое, ну вот как это. Я вам так скажу. Считайте, что нет, потому что таких вариантов крайне-крайне мало. Да, они бывают, но их крайне мало. И всегда есть какой-то компромисс. Вот здесь очень важно, наверное, во всем диалоге будет слово компромисс. Надо идти на какой-то компромисс. Вот в чем. Например, есть пятерка и пятерка. И они будут очень разные. Например, вот мы сейчас говорили там с вами про пятерку Рокс Ройл. Можем проговорить про какую-нибудь пятерку. Я сейчас не знаю. Давайте поговорим. Сейчас быстрее какую-нибудь вспомню пятерку любую. Пусть будет это какой-нибудь Кристал, да? Какая-нибудь сети тоже не очень вариант. Кристал, потому что много сетей там разные. Вот помню, какой-то отель был, по-моему, он не очень, типа Армир Резорта, помню, был сейчас по-другому. Было 5 звезд категория. И Альвадонна. Пятерка. Вообще все разное. Поэтому типа Звездность это не равно, что вы получите одинаковый сервис. Вот в чем месседж мой сейчас. То есть мы выбираем Звездность, но мы понимаем, что отели разные. Они с абсолютно разным сервисом. И вот на что есть обратить внимание. В основном, когда люди выбирают пятерку, они сразу думают Пятерка это круто, это классно, это классное питание, это, наверное, первая линия, шикарный сервис, все в этом духе. Но это совершенно не так, друзья. Есть пятерки, ну он в принципе не заложен на высокий уровень, а не потому, что типа мы купили пятерку, а там сервиса нет. Вот я приведу пример. По-моему, есть отель Хидеф. Да, у них сетка, я даже сделал один из обзоров 4 звезды, у них есть пятерка. Но она, друзья, далеко не пятерка. И даже если почитаете отзывы, вы поймете. Мне сейчас не хочется какой-то отель здесь принизить, это как бы, наверное, неэтично, но иначе как бы я пример не построю. И опять же, например, сравниваем там нирвана Космополит. Конечно, уровень сервиса ну просто абсолютно разный. И в чем он проявится? Это, конечно же, в персонале. Персонал в отелях более высокого уровня. И опять же, как вам определить, что значит высокий уровень? В Турции не так много брендовых отелей типа Хилтонов, Шератонов, Интероктиненталей, там их практически нет. Они либо уже перепроданы, например, Риксос Даунтаун, это бывший Шератон. Есть Хилтон в Кемере, но как бы не уверен, что у нас 100% прям Хилтон-Хилтон, но есть. И поэтому есть очень много сетей соответственно турецкого производства, как говорится, да, и очень многие как бы их там полюбили. Вот там Нирвана, да, например, их там три отеля, Альвадонны, которые сейчас переименовали их там несколько отелей, да, соответственно, еще там много достаточно сетей, которые как бы на слуху и многие как бы нравятся. Есть единичные классные истории типа там отель Лио, типа отель Элла Эксселенс, если ошибаюсь, название, по-моему, так правильно называется. Их сейчас многие переименовывают, мы за этим следим, но тем не менее как бы есть разные единичные какие-то классные истории по отелям. Вот Марти Мира я снимал выпуск и так далее. Они все разные. Еще раз, сейчас попытаюсь вас сфокусировать. А фокус вот в чем. Когда вы выбираете отель пятерку, пятерку, то нужно обращать внимание, конечно же, на сервис с точки зрения что есть и на территории, включая как бы сервис персонала. Об этом, конечно, вы вот на старте можете просто ну никак не понять практически. Ну практически. Единственное, как вы можете понять, по цене, наверное, вот это дешево, а вот это дороже. Ну, наверное, это лучше. Но это тоже не факт. Очень много отелей. Я вот смотрю, сейчас подборки листаю. О, классный отель там, Лунисера. Да, после него, я уже не помню, какой отель, это что такое? А почему стоит дороже Лунисера, например? Я ничего не понял. А там просто, ну вот, по-моему, Кзория, да, если не ошибаюсь, была, да, Кзория, по-моему, смотрю, она была дороже Лунисера. Кзория, где Лунисера, я не знаю. Ну, это небо и земля, друзья. Я просто был, в Турции, кстати, очень, друзья, много отелей. И вот, кто знает меня по направлению Китая, там, конечно, отельная база поменьше, в какой-то степени легче выучить. А вот Турцию, друзья, я несколькими, многими поездками изучал, изучал и продолжаю, конечно, изучать. Ну, уже есть общая большая картинка, во многих отелях был, но здесь очень, очень много, говорю, емкий вопрос, очень по-разному. Но, все-таки, опираться нужно не только на отзывы, но и, конечно же, на, вообще, в принципе, на формат отеля. То есть, можно посмотреть, почитать, что входит в концепцию. То есть, опять же, концепции разные, мы об этом сегодня поговорим про питание. Но, все-таки, нужно посмотреть по формату, какой он, то есть, что в нем есть на территории. Если мы видим, например, в отеле, что есть там и спа-комплекс, да, например, и ультра-олл инклюзив 24 часа, например, и там какой-нибудь еще сервис дополнительный один-другой, несколько баров на территории и все остальное, а, как правило, этот отель уже говорит о более высоком уровне. А бывает просто пятерка, у нее даже там только хамам и всех сервисов, и один бассейн. Ну, как бы, уже понятно, что пятерочка, она другая. На самом деле, когда открываешь этот список отелей и начинаешь листать, на самом деле, люди, как выберут, они просто смотрят либо по цене, либо по рейтингу. А рейтинг, это, мы затронем этот момент, он сейчас данный момент, вот в этом сезоне, 23-24, сейчас 24-й год у нас идет, он как бы относительный, я вам объясню, почему. Вот, и поэтому здесь важно выбрать вот именно по другим критериям, то есть, по наличию какой-то определенной инфраструктуры, наличию моря, наличия пляжей, как мы проговорили, которые все есть. И после этого, если вы сами не знаете, я все-таки рекомендую обратиться в турагентство, в нашем случае, в мое, для того, чтобы хотя бы подтвердиться в своей правоте или не правоте правильный выбор, сделали ли вы или нет, потому что есть очень много разных деталей, и они бывают, меняются от сезона. Я не знаю, вот я какую-то сейчас постараюсь им какую-то формулу дать, но это как бы не формула, но вот по пятеркам, ну, в принципе, уже, наверное, выдал, да, вот смотрите на систему Ultra All Inclusion, смотрите на территорию, конечно, смотрите на фотографии, там уже много будет чего понятно, потому что просто по первой картинке иногда может, ну, картинка не сложится у вас. И вот есть такие моменты. Если мы говорим о четверках, здесь вот тоже есть такой нюанс, потому что здесь четверка, четверки тоже рознь, а в одной четверке территория есть, в другой четверки территории нет. Всегда, вот я вам действительно могу сказать, что всегда очень сильно любой отель, если взять категорийность, и вот это, скажем, наличие сервиса, они всегда отличаются очень сильно по питанию. Всегда. Это точно. Не будет тройки, которая как пятерка по ассортименту питания, по качеству питания не будет. Но в то же время и пятерка с пятеркой может сильно отличаться по питанию. В одном, например, отеле, возьмем там Нирвану, Космополит, на завтрак у вас будет даже шампанское и красная рыба, а в другой пятерке на завтрак у вас будут блинчики, да, и никакой, естественно, красной рыбы. Понятно, там будет ассортимент, но это такой момент очень важный, потому что многие люди как раз едут в Турцию в том числе из-за питания. Не хотят готовить, надоело это готовка, хотят классно, вкусно поесть, ну и просто классно отдыхать, вкусно есть и еще быть в красивой, классной атмосфере. Это Турция, чего уж тут кривить душой, выбирают в основном ради питания. Это очень важный для многих момент, который, естественно, стоит обратить внимание. И тут я вот честно скажу, я пытаюсь сейчас даже в процессе диалога дать какую-то прям вам точную штуку, но здесь только, наверное, можно перечислить отели, которые классные и точно будут супер по питанию. Но это будет большой на самом деле список. Я думаю, наверное, у нас есть сайты, мы создали несколько сайтов, там отели с аквапарками, отели для взрослых в Турции и так далее. Все это мы как бы делали, да, и у нас есть в интернете, можно в поиске написать, мы как бы, думаю, там выпадаем. Это можно посмотреть уже по спискам. Но мы, друзья, с вами речь ведем все-таки о семейном отдыхе, да, и поэтому на что обратить в пятерки по семейному отдыху, это, конечно же, на инфраструктуру в первую очередь, да, и наличие широкого ассортимента питания, чтобы у вас был, как говорил, основной ресторан, а-ля карт ресторан, бар у бассейна со снековой какой-то продукцией, а не просто алкогольный бар, то есть, который можно было поесть, бар на пляже, это тоже очень удобно, когда дети захотели что-то перекусить, не надо никуда бежать, на обед там и так далее, есть на пляже. Естественно, наличие бассейнов разных, это, соответственно, глубокий бассейн, для детей бассейн, то есть, там еще какое-то там бывает, ну, разное разнообразие бассейнов, да, конечно же, на анимационную программу, надо обратить внимание, потому что не везде она бывает, где-то есть анимационные программы с надстройкой туроператоров, типа, Фонсана, Укорла, там еще других операторов, есть свои надстройки по концепции в отеле, сверху над ними есть еще одна настройка операторов, да, которая позволяет получить максимум анимационных и культурных всяких развлекательных программ в том числе детей и для взрослых тоже надо обратить внимание по что-то очень важный момент и конечно же ассортимент питания но здесь уже конечно не на всех фотографиях вы это все увидите здесь можно почитать отзывы ну или как бы спросить там у нас дамы как бы ответим что здесь по питанию насколько она есть потому что там все везде бывает по-разному кто-то пишет по-разному от и это отзывы напишет поэтому здесь надо важно разобраться и четко понимать вот все такие критерии это для хорошей пятерки для семейного отдых с четверками какой-то степени чуть сложнее о чем сложнее сейчас поясню у четырех звездочных отелей есть такой момент что сложно его выбрать по критериям что вот типа четверку выбирают по какому принципу ну чтоб она была дешевле на благо пятерка здесь вот как раз такой краеугольный момент потому что в нем сложно у меня вот единственно памяти сразу вспоминается отель четверка но как пятерка это акка кларус которая принадлежит к сети акка линда акка антедон и у них точно ресторан такой как пятерки соответственно повара готовят пятерки и это еда попадает в четверку здесь однозначно я могу сказать что да это так но он технически находится на второй линии и поэтому он там чуть попроще и поэтому попадать в категории 4 звезды есть еще четверки но я просто противоположность поставлю например его тут снимал на в том году обзор хидев мне понравилось в алании в центре хидев но это просто отель единственно был после свежего ремонта и бассейн но он стоит аккой рядом не стоит потому что территории практически никакой нету городская среда единственно что он свеженький вот и они конечно очень разные можно еще по выбирать четверки на четверками обычно получается так что когда мы начинаем выбирать четверку мы плавно понимаем что как бы хвостик разницы вроде и небольшая давайте то лучше и пятерку возьмем и вот очень часто под так бывает поэтому с четверками такой опыт он как бы относительный да вот как бы сложно с четверками бывает потому что если хочется чуть получше лучше взять пятерку да если как бы денег чуть поменьше то мы как раз плавно переходим в том числе и к троечкам да или к четверочкам но почти как троечки вот таким и тут наверно плавно перейти в этот момент вот такой вот как бы фразы мы тоже разные места есть у нас очень часто бывает что мы приезжаем и в турцию и берем несколько отелей это связано ну опять же с моей работой до турагента мне хочется побывать в разных отелях я говорю давайте туда и сюда съездим и там побудем чтобы на себе опыта весь этот прочувствовать поэтому перемещаемся и мы жили и в самых недорогих трешках и пробовали апартаменты и соответственно и в четверках и в хороших классных пятерках я скажу так что когда мы выбираем тур для семейного отдыха важно понимать как вы будете проводить свой отдых и это относится к отеле потому что если цель как бы номер один находиться на территории отеля получать все сервисы на территории отеля дети как бы может там постарше детский клуб туда вы отдельно отдыхаете конечно добрать хороший классный качественный отель и чтоб все было в нем если вы говорите слушайте мы бы хотели не сидеть в одном месте что-то поездить посмотреть погулять там побывать то нет смысла на самом деле это оплатить как бы эти деньги за какой-то огромную территорию отеля и все в этом духе ну единственно если как бы это как бы не вопрос как бы бюджета и суммы то тогда да а так конечно есть смысл просто взять отель чуть попроще и спокойненько поездить покататься увидеть как бы другие какие-то места экскурсионка разные может быть другие локации и тем самым получить эти эмоции которые планировали просто детьми постаршим это можно сделать легко и просто но надо понимать что любая четверка друзья и тройка она будет всегда ниже по питанию еще раз по питанию здесь скажу я хотел то отдельно блоком вынести наверное надо здесь это проговорить это ассортимент питания то есть если например мы говорим хороших качественных пятерках у вас там будет круга гора большой ассортимент мяса там и баранина там и какие-то там стейки да и рыбы много разных там и тунец и всякие разные морепродукты то конечно же в отеле три-четыре звезды этого не будет будет курица чем попроще в этом духе ассортимент салатиков поменьше они будут сделаны попроще некоторых отелях будет классная подача в других отелях попроще там никакой подачи не будет просто тарелки сами себе накладывайте вот и так далее а в отелях покруче и сервис есть то есть можете сидеть официант подойдет он принести вам может и вино и любые напитки в отелях попроще сами стали и пошли то есть вот такие вот различия я знаю что многие в турции из вас были вы это понимаете но кто не был якобы тоже пытаюсь информацию донести особенно в разнице по категорийности и если у вас все-таки вот ожидания от отдыха ну как бы завышенные выходите классный сервис прям классная еда что все было супер и чтобы алкоголь для многих тоже это важно был качественный надо конечно брать все-таки хорошие качественные отели и не жалеть как бы разницы этой потому что она сильно скажется на вашем качестве отдыха вот я вам точно скажу потому что на старте карса айс экономит 20 30 15 тысяч а потом это все вылезает негативом вот и кстати вот этот негатив появляется в отзывах теперь она плавненько я отзывы перемешаю еще с питанием и сразу скажу по отзывам отзывов такая есть история как только начались все события да и после пандемии до когда пережили турецкие отели как бы полный отток но не только турецкие здесь понеслась еще инфляция и общем все это не добавляет разным радужной истории в том году я особо заметил что у них конечно с финансами стало очень туго у них бешеной инфляции сейчас в этом году я даже не знаю как они будут и на фоне этого конечно же зарплаты маленькие а сервис держать надо и в этом плане сервис конечно же многих местах подупал где-то не хватало в том году персонала на уборку где-то не хватало еще чего-то и даже классные многие отели получили много много негативных отзывов но это друзья вовсе не значит что это плохой отель потому что очень много людей писала негативных отзывов не только просто действительно сервис испортился я был в многих отелях в том сезоне и скажу что ну наверное на мой взгляд первое что в глаза бросалось это отношение персонала в отелях невысокой категории но не везде что она стала какое-то такое более холодненько по отношению раньше второй момент который я заметил что по идее скажу примерно все осталось то же самое но в некоторых отелях под сэкономили некоторых моментах и это чуть-чуть заметно это правда а другой момент которые здесь бы хотел проговорить что очень многие люди за эти деньги которые они ездили поедут в этом сезоне ранее отдыхали в гораздо лучших отелях до или в этих же но за более низкую цену и отсюда конечно рождается негатив когда ты отдыхал в отеле за 200 тысяч каком-то а теперь он стоит 400 ты такой думаешь а что же там за 400 стала и вот тут конечно может родиться негатив поэтому сильно эти отзывы внимание не обращать обращать на все остальные пункты локация пляж что есть в отеле соответственно анимационный программ питание все вот этом духе вот это важнее отзывы последнюю очередь читайте они в основном написаны всегда бывают либо на ком-то негативе основном связанной с ценой либо они написаны это большой процент просто заказ конкурентов вот и все друзья имейте это ввиду вот что еще хочу отметить по поводу питания а частый вопрос было с этим по поводу питания чем отличается all inclusive от ультра all inclusive главное отличие друзья это наличие импортного алкоголя в меню если есть импортный алкоголь это утром здесь есть тоже подвох отель может поставить одну бутылочку импортного алкоголя и называться ультра инклюзив что делают недорогие пятерки иметь это ввиду а второй момент который отличает это мини-бар бесплатный и в некоторых отелях на ультра инклюзиве идет 24 часа питания то есть нет установки во времени можете ночью поесть и ранний завтрак сделать себе и так далее но это не везде так что вот такая вот основная история по ультра инклюзиву здесь же по питанию хочу один момент добавить вот какой бывают люди такие делают запрос на тоже когда вопрос бюджетности стоит а давай давайте мы с вами возьмем апартаменты или без питания и будем там есть вот я вам скажу честно положа руку на сердце мы пробовали с семьей так делать я вам скажу что лучше взять отельного инклюзива выходит тоже самое никакого смысла нету тем более сейчас при текущих ценах инфляции в этом сезоне вы просто на еде разоритесь я вам точно говорю поэтому это не имеет смысла вообще единственное это имеет смысл если у вас программа например вы поехали в турцию вас несколько локаций в этом взяли машину и понятно нет смысла оплатить за улдинклюзив у вас программа другая но улдинклюзив это государственная система она там эндес как бы да экономен эндес и так далее поэтому очень часто вы можете даже заметить сами отель не бывает без олдинклюзива в принципе а если бывает бывает что завтрак дороже олдинклюзива посмотрите такое очень часто бывает поэтому мы на этом друзья никак не сэкономим если мы заговорили об экономии то мы можем сэкономить только на полетной программе но это мы можем сделать с вами несколькими способами во первых мы можем взять с вами раннее бронирование это действительно выгодно действительно выгодно и забронировать заранее отель потому что ближе к дате цена начинает расти второй момент конечно на чем может сэкономить это может быть иногда бывает такое разделить тур не на чартере до на регулярке но данный момент она стоит столько же бывает иногда там какая-нибудь победа выставит какие-то недорогие рейсы без багажа это немножко экономит но в этот момент когда вы будете их покупать это будет летний сезон отеля уже в цене подрастут поэтому если мы берем даже заранее на ранее бронирование и так это приходит практически в одну и ту же цену поэтому сильно вы глобально не сэкономите на это вот единственная где есть экономия это в такие межсезонные моменты это вторая половина мая когда все отдохнули на майске еще лето не началось в этот момент турция очень дешевая она падает именно за счет того что рейсы горят они уже выставлены и всегда цена падает но это в основном из москвы из регионов редко потому что не так много рейсов то же самое на 1 сентября все идут в школу из регионов редко падает цена из москвы часто падает потому что много рейсов и второй хвостик это вот самое начало точнее третье уже это конец апреля перед майскими праздниками только позапустились и еще не все готовы ехать и цена тоже классно это что касается экономия в остальное время лучше друзья бронируйте заまで чтобы были рейсе чтобы было время время вылетов время вылетов как бы удобно что все хотят предмет пораньше улететь попозже она потихонечку заканчиваются ну и конечно же выбор отелей потому что отели не резиновые друзья они заканчиваются достаточно быстро идти от или которые вы хотели просто может не быть и придется выбирать из того что есть и придется выбирать за более высокие деньги если эти сильно поздно затем туры так что-то так что Что касается питания, отзывов мы маленько проговорили. В моем плане еще есть перелет, я про него немножко сказал, но мы сейчас проговорим еще отдельно про трансфер. Друзья, я уверен, что для вас эта информация полезная. Если какой-то вопрос после видео я не поднял, обязательно напишите в комментарии. Я его либо отдельно подниму, либо в комментарии отвечу, если он будет короткий. Обязательно это сделайте. Да, друзья, пока мы идем дальше. Напомню, что у меня есть полезный телеграм-канал, в котором я рассказываю, делюсь полезными всякими советами. Там я веду подкаст, делюсь, рассказываю. Называется канал в телеграме «Говорит Георгий Фтрейл». Ниже под видео будет ссылочка или сканируйте QR-код, он на экране. Так, ну что, друзья, я хочу поговорить на тему еще перелета. Как и говорил, да, перелеты и трансфер – это важные два пункта, которые тоже людей волнуют. И здесь я отмечу вот что. Люди, очень многие говорят, так, нам никакой чартеры не надо, давайте регулярочку, чтобы все было нормально, мы летели вовремя, не хотим никаких задержек, и вот все это ерунды, пожалуйста, нам давайте регулярку. Но я здесь один момент подниму. В том году, ну и не только в том, интересная история. Стоит турпакет, например, на Turkish Airlines, и продаются билеты на Turkish Airlines. Люди такие, нет, 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 это же чартер, он может задержаться. Возьмем мы билеты отдельно. Мы покупаем отдельные билеты, а они задерживаются. Потому что это и есть чартерная перевозка на Turkish были. Все под чартерами, и просто часть билетов выставлялась туда. И если задерживали они, и эти задерживали. И меняли время и те, и другие. И поэтому я вам скажу, что это бессмысленный ход. Единственное, где можно сыграть на регулярке, это, конечно же, там Аэрофлот, Победа и другие, которые не стоят в чартерной перевозке. Но и то Аэрофлот стоит в чартерной перевозке туроператора Библиоглобус. И там может быть абсолютно такая же история. Поэтому я на эту тему, честно, не вижу сильно смысла заморачиваться, что типа нет, мы не будем брать в туре эти рейсы, мы возьмем их отдельно. И с точки зрения того, что их гарант не задержит. Не гарант, друзья, не гарант. Уже проверено не раз. Теперь проговорим про чартерных перевозчиков. Я знаю, что у многих есть какой-то негатив к ним. И он связан именно, конечно, со старостью самолета, с отсутствием питания, сервиса и так далее. Здесь, конечно, не согласиться нельзя. Какие-то самолеты уже действительно старенькие. Но скажу так, отвечу, наверное, банальная фраза. Ни один самолет не взлетает, пока он не пройдет свой тест, диагностику и все остальное. Ну, как бы банально, но факт. Соответственно, если мы говорим про питание, здесь, конечно, да, питание на всех чартерных рейсах, оно, конечно, минимальное. И когда даже спрашивают, есть ли там питание или нет, я говорю, да, оно есть, но, друзья, лучше что-то взять, особенно когда мы летим с детьми. Они всегда что-то просят, хотят. И лучше, конечно, здесь что-то взять с собой, какой-то дополнительный перекус, потому что что-то может не хватить в этой еде, что хотели, или не то, что хотели. Поэтому можно спокойно, смело все это брать. Что касается еще по перевозке, конечно, Аэрофлот, если мы берем, там все понятно, обычное стандартное питание будет, по другим чартным рейсам вот так вот будет. Здесь еще дополнительно отмечу, на чем мы можем сэкономить на перелете, когда, опять же, разделяем туры. Многим не нужен багаж, и, конечно же, если мы берем регулярку без багажа, такие есть возможности, например, на том же Аэрофлоте, Победе, других КВА-компаниях, там Red Wings, то, конечно, на этом тоже можно немножко сэкономить. Но здесь надо считать, друзья, потому что здесь, насколько я сейчас вижу рынок, не все готовы все заранее покупать. Те, кто заранее покупает, ну, в принципе, что-то можно выиграть. Но тогда и отель надо заранее покупать, потому что иначе вы ничего не сэкономите. Можно купить заранее билеты вроде как по выгодной цене и прийти в июне покупать отель уже по более высокой цене, и это будет, возможно, даже дороже, чем мы с вами купили бы все на раннем бронировании в готовом пакете. Это прям факт, как бы, можете проверить. Вот многие люди говорят, ой, раннее бронирование, мы не верим, там будут горячие туры. Да не будет никаких горячих туров в сезон, не будет. Они бывают только в межсезонье, которые буквально выше называют. Такие периоды, когда слабый спрос. Вот так. Вроде по перелетам все, что хотел сказать. А, да, по поводу перелетов еще. У нас, конечно, разные города вылетов, и здесь, естественно, все у нас есть. Любой город вылета, в котором построена полетная программа, да. И в основном все перелеты, конечно, выполняются у нас в Анталию. Многие там ждут Аланию. Ну, там было даже в том году, но очень-очень мало. Это прям не ждите, что там будет в Аланию рейсы. Практически операторы не ставят. Там Победа ставила немножко еще. Это даже не ждите, они будут все в Анталию. Ну, или, соответственно, там уже Даламан, Бодрум и так далее. Это, как бы, пожалуйста, все есть. Ну, на Анталийское побережье, конечно, в Анталию самое максимальное количество рейсов будет стоять. Вот. Это что касается рейсов. Теперь, друзья, что касается трансферов. Это тоже такой один из больших вопросов, которые задают туристы. Это, конечно, трансферы. Они все по умолчанию в турпакетах идут групповые. Групповой трансфер, думаю, знает, что это такое. Прилетели, вас встретили на стойке, сказали, показали им номер ваучера и пошли, соответственно, в автобус. Там стоят два, три, четыре автобуса большие и поехали вас развозить по отелям. Например, один автобус поехал в Кемер, другой там в Анталию, третий в Белек, четвертый в Аланию и поехали по разным локациям. И в этой локации уже, естественно, начинаются завозы в отеле. Для кого-то это, как бы, нормально, кто-то сильно напрягается, особенно, мы говорим, с детьми. И поэтому в этом случае, конечно же, удобней, но это однозначно и бесспорно, взять индивидуальный трансфер. Потому что индивидуальный трансфер вам, конечно, сэкономит кучу нервов, времени. И это, конечно, очень более удобно и комфортно. Вы сели и поехали. Вот. Разница, конечно, есть. Его надо доплачивать. В среднем, понятно, в зависимости от удаленности, он стоит, грубо говоря, от 30 долларов до 110 долларов, там, например, до самой дальней Алании за трансфер в одну сторону, ну, на ваш состав. Вот. Это обычно Volkswagen, Mercedes, минивены там на 8-9 мест вот такие едут. Поэтому, если вы можете с компанией скооперироваться, если одни, то одни. Я, честно скажу, мы часто прибегаем к индивидуальным трансферам. И почему? Потому что это, во-первых, долго, во-вторых, не всегда удобно с детьми, это правда, потому что ты вынужден привязываться к этим, а там ребенок, там, блин, я хочу в туалет, я хочу там то, я хочу сё, а нам еще впереди отели. И вот потеря времени, и вот это вот конючение, конечно, детей, оно в следующий раз будет, что нафиг, лучше возьму, как говорится, индивидуальный трансфер и поеду. Это правда. И какой еще момент здесь добавлю, что время на самом деле теряется на групповом трансфере не на переезде, а именно на ожидании всех туристов, в автобус, ну, чтобы, может, до конца эту тему разбираем, и дальше уже на развозе в отеле. Потому что, когда мы ожидаем туристов, часто бывает, некоторые туристы уже начинаются отдых в аэропорту вылета, и пока их всех найдут, соберут, уходит значительное время, это очень много времени уходит на сбор. Бывает до двух часов, выехать не могут и автобуса из аэропорта. Пока все вышли, пока все получили, кто-то там в дьюти-фри побежал, кто-то еще куда-то, всех ждут, это вот ожидание, оно, конечно, так себе, особенно с детьми. Вот. Второй момент, вот вроде все быстро, мы тут как-то тоже ехали, все, быстро собрались, приехали, и приехали в отель, и там началось. Он же заезжает, гид выходит в отель, сопровождает, а у них там миллион вопросов, и они задерживают его, и в итоге можно заехать, грубо, в регион, ну, уже в какое-то место, и там еще часа-полтора потерять на этом. Итого, если мы едем, грубо говоря, из, к примеру, Анталии до Кемера, где ехать реально на машине час, мы в дороге окажемся до вашего отеля, возможно, даже три, пока сядем, пока доедем, пока развезут, три часа, реально. Если мы говорим об Алании, то все говорят три часа, но я вам скажу, что поедет на группном трансфере со всеми отелями, это может и пять часов занять. На машине туда ехать до двух часов на трансфере, ну, даже полтора. Вот мы классно в Аланию всегда ездим, когда берем трансфер, индивидуально сели, поехали, посерединке где-нибудь остановились, там, на заправочке в кафешечке, все свои дела сделали, и поехали дальше. Комфортно, удобно, занимаешься своими делами, если тебе надо остановиться, попросишь тебя остановят, это удобно. Поэтому индивидуальный трансфер для семейных путешествий, я считаю, это на самом деле обязательно, потому что это ваш комфорт, ваш отдых, он начинается с этого, и у вас от этого уже начинается какое-то настроение или не настроение. Ну что, друзья, продолжаем. У нас еще есть несколько интересных, важных пунктов. Если это видео для вас показалось очень длинным, вы можете его поставить на паузу и продолжить смотреть любое другое удобное время. А также на моем канале есть еще другие интересные видео, если вы его досмотрите до конца, и можете смело переключиться на другие тоже полезные, насыщенные видео. Ну, а мы с вами, друзья, двигаемся дальше. У меня есть в пунктах еще сразу, как говорится, небольшой анонсик. Это медицинская страховка, страховка от невыезда, частые проблемы со здоровьем у детей, какие и чем они вызваны. Это все на опыте, друзья. И, конечно же, мы поговорим по валюте. Это может быть не совсем в тему семейных путешествий, но это все равно относится к семейному путешествию и к семейному бюджету. Поэтому об этом сейчас мы всем поговорим. Итак, давайте поднимем, наверное, сразу тему по поводу медицины и заболеваний детей там и так далее. Я сразу скажу топ моментов, по каким у вас могут получиться неприятности со здоровьем среди детей. Это построено на личном опыте, на опыте с туристами. И, пожалуйста, я прошу прислушаться к этим моментам. Первый момент, самый главный. Пожалуйста, следите за тем, чтобы ваши дети не обгорели в первый же день и не получили солнечный удар. Потому что многие на родостях, раздевая детей до гола, беги, мальчик или девочка, загорает, и теперь на море. И без шапки он побежал, весь день набегался, а вы под зонтиком попиваете коктейльчик. Ребенок вечером пришел, у него температура, он весь обгорел, а вам еще 14 дней. Вот, друзья, обязательно следите. Это частая история, когда дети получают вот такую историю. Я скажу на нашем опыте. Я считаю, что витамин D мы получим все без исключения там. Детям, особенно маленьким, ну и даже постарше нашим, я говорю, майки одели и пошли. Особенно малышей мы берем вот эти маечки, знаете, которые весной уносят, хэбэшные, легенькие и вот такие. Можно заморочиться купить, знаете, плавательные, есть такие комбинезончики, маечки с горлышком идеально было. И, конечно, головной убор. Тогда ваши дети будут защищены, не обгорят, и не получат солнечные удары. Это очень важный момент. Пожалуйста, не пренебрегайте, потому что потом вы сами от этого будете и страдать, и ребенок, соответственно, тоже. Второй момент, который важный и который очень часто миксуется и с питанием. Объясню. Многие говорят, что вот мы там еле-еле отравились и все, наш ребенок полоскает. А я вам скажу, что это очень маловероятно, что это связано с рестораном. Когда ваши дети купаются в бассейнах, пусть не пьют воду. Лучше сразу об этом договориться. Понятно, что для малышей это сложно, поэтому мы малышей стараемся в бассейны не засовывать, а сразу на море. Потому что дети маленькие часто в бассейне пьют воду, хлебают ее, и понятно, что бассейн, это как бы не море, и там как бы получить какую-то заразу детскому организму гораздо проще. Ну, естественно, потом он поел, и это все вместе наложилось, и вечером нас ждет неприятный сюрприз. Это очень часто бывает, поэтому я тоже сильных малышей не советую сувать в бассейны. Все-таки жара, вот это все купаются, хоть их обрабатывают вечерами, но все равно бассейн есть бассейн. И здесь же следующий микс, сюда же относящийся, это, естественно, чистота рук. Пусть моют руки, потому что дома вроде отследим, а здесь там кошку потрогал, пошел, все, пошли на обед, собирайся. Он там руки и толком не помыл, мы уже на обеде сидим, руками все, фрукты там, ягоды, и все остальное поели, побежали дальше. Вот, пожалуйста, опять как бы определенный момент, который вызывают все эти штуки. Это основное. Остальное, понятно, какие-то там можно всадины какие-то получить, но это дети, это как бы нормально. Поэтому что делаем? Укрываемся, все понятно, с собой обязательно какие-то абсорбенты берите, чтобы что-то обеззаразить ранку, лейкопластыри. Это прям обязательно у вас с собой должно быть. Возьмите какой-нибудь фенистил, может быть где-то что-то, какая-то аллергия, ну или вам покажется, что аллергия, возьмите вот это все с собой. Потому что, чтобы у вас своя личная была аптечка какая-то. Что касается, соответственно, если что-то прям супер серьезное, что не дай бог, я думаю, такого и не будет, но у нас всегда есть с вами, друзья, в турпакетах медицинская страховка. И даже если мы все-таки с вами, мы хоть и не проговорили, но этот пункт проговорю сейчас, все-таки мы можем с вами бронировать, например, взяли билеты сами, мы можем с вами оформить отдельно отель, просто отдельно отель. Это нормальная практика у нас, мы часто бронируем просто отдельно отели, а вы там сами купили перелеты. То у нас в отелях всегда есть страховка медицинская. За это можно не переживать. Я знаю, что у многих уже есть, там и сами делают, но в целом в отеле уже входит медицинская страховка, и в случае чего можно, конечно, обратиться в страховую компанию, получить медицинские услуги. Это как бы без проблем. Там, в принципе, работает как? Позвонили, там сервисная компания, они вам сказали, куда подъехать, и приехали в медицинское учреждение, вам все сделали, посмотрели, там выписали какое-то лечение, лекарства, таблетки, ну, в общем-то, делали выводы по здоровью, и, конечно, все помогли. Здесь дополнительно отмечу, что мы всегда поддерживаем своих туристов в стране, и когда у них возникают какие-то сложности, вы смело можете написать, позвонить, и мы поможем всегда и советом, и словом, делом и так далее. Поэтому здесь можете не переживать, и вы, кажется, под надежной защитой нашей компании, Георгиев Трэвелл. Вот. Дополнительно проговорим про страховку от невыезда. Здесь тоже очень много есть мифов про нее, и нюансов. Я скажу на своем опыте, что такое страховка от невыезда, для понимания. Там есть нюансики, но смысл в том, что многие подразумевают, что мы сделаем страховку от невыезда, если что, мы не поедем, мы ничего не потеряем. Почти, но не совсем. Объясняю. Страховка от невыезда работает от невыезда только на случай вашего невыезда, по вашей причине. Никакие внешние обстоятельства не влияет. Если завтра что-то произошло, и сняли рейс, и там еще что-то, вам вернуть деньги туроператор. Если что-то произошло в мире, страховка на это не влияет. Типа, ковид произошел, страховка бы не помогла. Только на случай того, что вы не можете выехать. Заболели, не дай бог. Еще что-то произошло. Тогда да. В этом случае есть смысл оформить. Но здесь тоже есть нюанс. У меня есть такой опыт, когда в пандемии туристы не оформили страховку, и у них пришлось отменить тур за два дня до вылета. Заболели. Тур стоил немало. Пришлось, соответственно, аннулировать. Оператор выставил 100% штраф. Туристы не согласились. Я говорю, давайте что-то делать. И я вам скажу здесь такой совет. У нас есть федеральный закон о туризме, в котором черно-побелое прописано, что турист имеет право отказаться от тура даже за день до вылета, и получить денежные средства в возврат при наличии у него заболеваний. И, собственно, предоставили туристам документы, оператор уперся, подали в суд и выиграли. Все, деньги вернули. Ну, соответственно, в дайном объеме, потому что нужно было возвращать сразу оператору. Вот такая вот, друзья, история. И такие истории у меня уже были. И без судов операторы возвращали. Наличие документов, пояснительного письма. И здесь, соответственно, автоматом смысл в страховом полюсе он как бы теряется в таком. Но для максимального спокойствия вашего его можно сделать, чтобы вы не переживали, чтобы какие-то там не проходить круги всего этого. Можно сделать страховку не от невыезда, и она, конечно, поможет. Там есть нюансы. Где, как делать, какую делать. Ну, это, я думаю, сейчас цель не этого видео. У меня, по-моему, отдельное видео на канале про страховки от невыезда есть, друзья. Вот. И давайте, наверное, в завершение мы поговорим про деньги, про валюту. А вот еще один пунктик у меня интересный есть. То есть, чем заниматься с детьми и на какие поехать экскурсии с детьми в Турции, если вы с ними. Давайте его тоже оставим. А сейчас про валюту. Итак, друзья, про валюту. У нас с вами Турция, она мультивалютная страна. Если, например, в России мы имеем право рассчитываться только рублями, в Китае только юанями, то в Турции можем рассчитываться долларами, евро, лирами. Без проблем. Даже придя в супермаркет, вы можете дать там 100 долларов, но вам задача просто дать лирами. Можете прийти к любому торговцу, отдать ему доллары, он может задачу дать как долларами, так и еврами, так и лирами. То есть, здесь уже такой вопрос. Поэтому, с какой валютой ехать, с какой удобно, но я вижу реальным и практичным два варианта. Вариант номер один. Выберете доллары, потому что они, конечно, любят евро, но у нас-то доллар выгоднее, чем евро. Объясню. Магнитик стоит 2 доллара или 2 евро. Что вам выгодно взять с собой? Вот и ответ. Конечно, доллары, потому что доллары для нас выгоднее, чем евро. Поэтому вот так. Теперь второй момент. Он, конечно, динамичный, но, на мой взгляд, самый практичный. У нас есть карты. Карты UnionPay. Многих банков еще работают. Газпром работает, Россельхозбанк работает. Вы с этой карты можете путешествовать не только в Турцию, но и в любые другие страны. Соответственно, вам нужно открыть карту эту в этом банке, положить в нее просто деньги, рубли и в банкомате в Турции, как обычно, снять местную валюту лиры. И все. Конвертация проходит и это более выгодный курс, даже чем вы будете покупать доллары и, соответственно, там рассчитываться. Но я обычно рекомендую, конечно, не класть все яйца в одну корзину. Надо сделать и так, и так. У нас есть карты UnionPay в связи с нашими событиями и уже почта банк закрылась была, русский стандарт закрылась была, теперь у меня Газпром есть, Россельхоз есть, ну то есть мультикарточный агент, да. Ну, в общем, здесь уже кому как удобно. Ну и, конечно, если у кого-то есть иностранные карты, иностранные карты также продолжают действовать на территории без проблем. Можно рассчитываться, там, если они привязаны, все то же самое, например, все это работает. Так что вот так, друзья, по поводу валюты. если кто-то прям сильно захотел чего-то там поменять рубли, конечно, вы рубли там поменяете, и там это вообще все без проблем. Многие, кстати, операторы принимают деньги за экскурсии прям с нашими российскими терминалами и рублях возьмут за экскурсионку, поэтому глобально проблемы нет. Не будет такого, что вы приехали и говорите, вот деньги возьмите, а они говорят, нет, не нужны, ты нам даешь не те. Нет, это все елунда, это, конечно, вас все возьмут, найдут и сделают. Ну и теперь, друзья, к нашему пункту, который говорит о том, чем все-таки заняться с детьми на отдыхе в Турции, как его классно провести, и здесь у меня тоже есть несколько советов для вас, и с радостью, и с удовольствием, конечно же, поделюсь. На нашем опыте я всегда исхожу, я понимаю, что все люди разные, но я как бы стараюсь свой опыт миксовать с туристическим наших туристов и какой-то выдавать правильный совет, и, конечно, основываясь на себя, на свой семейный отдых. Может, он не знает, напомню, у меня вообще 6 детей от 18 до 1 года, поэтому я всех вижу в путешествии, кому что нравится, кому что не нравится, где на что сделать акцент и так далее. В общем, конечно, дети маленького, более возраста, кстати, про питание для малышей не проговорили, друзья. Для малышей скажу так, кормите малышей фруктами, это очень важный момент. В некоторых отелях есть баночное питание, но мне кажется, это не очень классно и ради этого нет смысла акцентироваться. В многих хороших отелях качественных повар может вам измельчить и сделать любое блюдо под вашего ребенка. Во многих хороших качественных отелях пятерках есть диетическое питание, так что вот за это вообще не переживайте. Забыл этот момент поговорить про еду, вот вспомнил, говорю. Теперь, что касается мест, чего, как они будут отдыхать. Дети, понятно, возраста там пять плюс лет, им нужны горки, активности, анимационные программы, они бегают, скачут целыми днями, это понятно. Соответственно, малышам поменьше, они будут, скорее всего, с вами, им нужна папа-мама, нужны папа-мама в большей степени, они могут где-то тоже порезвиться, но, конечно, они хотят, чтобы вы были рядом, сидите с пяти лет там и дальше, они могут где-то там уже сами побегать, поскакать на горочках, там еще, вот. Это, что касается территории отеля. Если мы говорим за территорию отеля, чем с ними заняться? Ну, друзья, во-первых, я точно скажу, на территории отеля не всегда есть, ну, если мы сейчас про гастро историю поговорим, все то, что можно угостить вкусненьким детей. Те вот эти, мороженое поиграться, да, вот эта вся история, персики я обожаю в августе, просто это прям мощные, такие сочные, вот прям, я Турцию обожаю из этих персиков в это время. В отелях их практически нет, а если они есть, они не такие сочные, не такие мощные, как говорится. Поэтому вот фруктами покормите вне отеля, супер. Плюс очень много в хороших отелях, конечно, есть классные всякие турецкие сладости, но есть и классные кафе с турецкими сладостями, где можно тоже прям очень вкусные и красивые десерты испробовать, вот. Потому что в многих отелях делают красивые десерты, но не вкусные, а вот турецкие десерты бывают более вкусные, а вот за территорию отеля в некоторых сладкоежках, магазинах, кафешках прям вообще пальчики оближешь есть. Вот. Так что попробуйте тоже это сделать. Ну и, конечно, двигаемся в большую историю. И, конечно, вот про что я хотел сказать. Я всегда своим детям пытаюсь расширить кругозор в своих путешествиях, чтобы они видели больше, знали больше, и для этого я делаю что? Я их пытаюсь погрузить в какую-то среду, чтобы они как бы почувствовали, что есть не только, да, там, Россия, да, но и вот как бы есть другие страны, и надо с ними кто-то учится коммуницировать. Я стараюсь их всегда впихнуть в аудиторию детей, которые говорят на другом языке. Там есть и англоязычные, и немцы, и, конечно же, турецкие дети. Я говорю, давай, иди пообщайся. А он говорит, а как? Я говорю, иди, иди. И, как бы, стараюсь. Находят как-то язык жестов, потом находят, разбираются. Это важный момент, потому что для детей это как бы развитие новой связи в мозгах и так далее. Ну, и, конечно же, экскурсионные программы, которые добавляют каких-то других моментов. Они, конечно, могут сказать, а я не поеду там на вашу Тахталы, или мне не нужна там Памуккале и все остальное. И вообще, едьте сами, да, я хочу в бассейне купаться, но свозите. Они, как правило, всегда потом в большом восторге и это вспоминают гораздо чаще, чем эти все бассейны. Мы были на Тахталы и были в Памуккале, и мы в Каппадокию ездили, и дети всегда сейчас вспоминают эти моменты. Они говорят, блин, мы там были, там то видели, это та, это то. Это очень классная вещь, обязательно повозите на экскурсии. И не парьтесь на тему того, что, типа, вот, зачем нам рано вставать, ехать, едьте. Это важно. Это важно и для вас, и для них обязательно. Съездите, не пожалеете. В принципе, все экскурсионки, вот, я точно порекомендую. Есть классная экскурсия ФС Памуккале, она двухдневная. Я бы прям с детьми с радостью поехал. Я ездил, собственно, и съездил бы еще. Памуккале было несколько раз, очень классно. Здесь, конечно, каждый сам выбирает. Можно поехать групповым трансфером, да, можно взять индивидуальный, поехать индивидуальную экскурсию. Мы брали индивидуальную, да, мы сами ездили на машине туда, там, оплачивали за вход. Вот это тоже очень классно. И вы, конечно, привезете очень много эмоций. Это факт. Конечно, когда ездишь с групповой, все это истории, тебе начинают завозить по маргарадным магазинам. Экскурсии увеличиваются, эти магазины, конечно, не всегда добавляют позитива в этой экскурсии, поэтому здесь решать вам. Но с точки зрения выехать куда-то, обязательно выйдите. Это стоит того, показать, посмотреть другую культуру, увидеть что-то еще внутри. Особенно классно, если будет возможность и желание взять машину и прокатиться куда-нибудь там вглубь, там мы, конечно, увидим совсем другую жизнь, очень классно. Я помню, мы ехали на машине, остановились, там турецкая бабушка такая стояла, у нее вот на валом лежало эти два кузова таких, просто прицеп поставить с дынями. Правда, был, по-моему, конец сентября или начало октября. И я приехал, говорю, а ну, она вообще по-русски не говорит, только по-турецки, ну, понятно, что мы за дынями, она детей увидела, так, все, пошла нам дыньку и самое лучшее выбрала, отрезала там детям, дала. Они такие заботяшки, если честно, вот именно, которые там, конечно, в бережье Туркини, там не все турки же, да, там разные национальности есть, они, конечно, несколько уже, бывают некоторые хамоватые, а вот там в глубине они прям, прям другие люди, честно вам скажу. И когда ты приезжаешь, то они прям такие заботливые, такие дыни были, друзья, до сих пор помню, дети помнят, там просто мед, просто текет мед, просто было супер. Такое вы вряд ли где-то попробуете. И знаете, так же с гранатами было, мы ехали, гранаты был как раз тоже осенний период, сезон просто вообще. У нас, у нас вот мы купили недавно гранат, я принес домой, дети открыли, а что он вот такое, мы же ели он другой. Ну извини, это не Турция, это магазин, пятерочка, грубо говоря. Гранат, конечно, у нас таких поменей нет, хоть их там и оттуда, может привозить, но они, конечно, не такие. Так что, здесь, друзья, давайте финализируем, резюмируем всю эту тему по семейному отдыху. Во-первых, друзья, выбирайте качественный отель по возможности, максимально качественный, чтобы у вас не было вопросов к сервису, к номерам, к питанию, да, вот к этому, ко всему. Это как бы все такое, наверное, все оно общее, да, потому что у всех по-разному. Если человек, я вам скажу, никого не было за границей, я вам честно скажу, он любой тройки будет кайфовать, даже в Турции, потому что это будет классно для него. Он первый раз, может быть, увидит онклюзив, первый раз увидит Средиземное море, оно очень чистое. Это далеко не черное, друзья, море. Мы хоть об этом не сказали, но я думал, это по умолчанию логично. Средиземное море всегда красивое, классное. И, кстати, вот когда вы выбираете галичный пляж, вы получаете максимальную прозрачность у берега. Песчаную вы получаете для ног мягкий комфорт, но получаете много мутноватную воду у берега, потому что песок сбаламучивается, все равно есть небольшие волны и не такая прозрачность у берега. Вот. Обязательно обращайте внимание на набор услуг в отеле. Это, наверное, более важный момент, чем вот эта общая фраза сервиса, она не очень понятная, да, и для многих, ну, неопределимая, потому что, ну, сервис у всех свой. Кто летает бизнес-классом, для него сервис это один, да, кто образно работает ежедневно на обычной работе и выбирается раз в год, в лучшем случае, в отпуск, для него вот это все там не нужно. Там официанты, чтобы за ним бегали, это не нужно. Для него сервис это просто нормальная, классная, удобная кровать, хорошее питание и дети рады. Это тоже для него будет сервис. Это как бы мы все понимаем. Конечно же, обращайте внимание на удаленность от аэропорта и если все-таки мы берем удаленность от аэропорта, не забывайте о трансфере, что он продлится какое-то время. По поводу полетов, я не проговорил, но проговорю так. Для меня лично и для моей семьи идеальный полет это вылет в два часа дня, прилет вечером в Турцию, к ужину, поужинал, лег спать, проснулся, начал отдых. Я не люблю вообще ранние вылеты, потому что дети не спят, ты не спишь, все это летишь, приезжаешь вот с такой головой, все начинают визжать, кричать, и это для семейного отдыха, но я не знаю, но если вы так хотите, выбирайте, но я лично рекомендую, идеальное время, попробуйте, два часа дня, в час дня, просто супер. Проснулся, позавтракал, приехал в аэропорт, улетел, прилетел в аэропорту, в самолете пообедал, прилетел, приехал, поужинал, лег спать, утром встал, человек отдыхаешь. Супер. Даю такой совет. Обратно, лучшее время, 4 часа, 4-5 вечера. Проснулся, позавтракал, 12 часов выселился, тебя забрали, привезли в аэропорт, и ты улетел. Идеально. В 9 вечера, в 10 вечера ты уже выселился, ходишь, бродишь, потом тебя везут, ты приехал, домой пока прилетел, многие бывают на следующий день на работу, ты уже ни рыба, ни мясо, как говорится, не вариант, на мой взгляд. Поэтому все, кто говорит, это неудобное время в 2 часа и обратно в 4, а я скажу, это суперское время, вот честное слово. Особенно, когда ты часто летаешь, я всегда, вот всегда выбираю время, я даже вот маме билеты сейчас брал, из Сибири, да, Москвы, она к нам в гости скоро поедет. Я говорю, супер, есть время, 6 вечера, класс, давай, все дела сделаешь, спокойно сядешь, прилетишь и у нас здесь тоже вечер, все классно, ляжешь и отдохнешь. Суперское время. Так что, ну, конечно, здесь на вкус и цвет, но многие любят вылетать в ночь, там, чтобы утром начался отдых, мы не теряем дни. Тоже лайфхак дам, друзья, но возьмите на день больше, да и все, и ничего вы не потеряете. Ну, мы всегда так с моим туристам говорим, они поднимают, о, да, правда, почему нет? Ну, как бы, зачем брать 6 дней с вылетом в 2 часа ночи, когда вот действительно взять, есть смысл 7 дней с вылетом нормальным, ну, или там 10 дней, 11, или там 14-15, это же не критично. Вот. Друзья, всегда заботитесь о том, чтобы ваши дети, конечно, были в экипировке, чтобы они не сгорели. Конечно же, можно солнцезащитный крем взять, его лучше взять заранее, там они стоят дорого, лучше здесь купить у нас заранее, лучше зимой, купить они зимой дешевле, и к лету отложить. Вот. Конечно же, по валюте я вам тоже дал совет, либо карты лучше скомбинировать, доллары и карта. Время отдыха не забывайте, мы это уже все поговорили, да, не забывайте, что вам нужнее, теплое море. Ну, конечно же, в пик сезона не забывайте заранее все бронировать, раннее бронирование, это не шутка, это факт, который вам позволяет сэкономить деньги. Вот. И, конечно, выбрать большее количество отелей. По поводу побережья мы с вами проговорили, что выбрать, как бы, мы уже, думаю, поняли. Так что, друзьям, переходите, пожалуйста, смотрите мои следующие видео, у меня их на канале много, не только по Турции, но и по другим странам, многие знают, что у меня Хайна это основное направление, но и, друзья, остальные направления я никак не проигнорировал, особенно после пандемии, и в момент пандемии я наверстал, у меня и Шри-Ланка, и Турция, и Египет, и Шарм-Аль-Шейх, и Хургада, и Эмираты, все побережья, и, соответственно, Мальдивы-то у нас есть, ну, в общем, Таиланд у нас есть, ну, в общем, все, что в вашей душе только угодно, набираясь опыта, я, моя команда, у меня команда опытная, всегда отходит от такого понимания, как работать, вот тут в разных местах был, не от клиента, мы работаем от своего туриста, от своего клиента, от своего гостя, как угодно, называете, мы работаем только вот с упором на то, я всегда всем говорю, давайте работать от того, что хочет человек, это, блин, очень важно, просто потом для нас и все турагенты, так скажу, у них у всех внутри сидит такая штука, они хотят быть нужными, важными, полезными, но вот мне всегда видео хочется сделать для чего, я знаю, очень много есть вопросов, и мне хочется ответить, и когда я вот сейчас отвечаю вам их, мне становится прям легче, лучше, и я рад, когда потом люди приходят и говорят, слушайте, классно, спасибо, был дельный совет, был важный совет, это было важно, мы это не знали, это было так, это супер, и конечно же, ваши покупки туров у нас, они нас кормят, мы все в команде семьями, у нас у всех, конечно же, есть потребности, как у вас, я многодетный и так далее, то есть у нас есть задача не только кормить семью, но и развиваться, да, и развивать и канал, и компанию, и делать максимально большие сервисы, поэтому ваши покупки, они, конечно же, нам нужны, поэтому обращайтесь, как говорил, у нас все официально, с договором, чеком, приходите, все ссылочки есть под видео, наш сайт, Георгиев Тревел, там есть поезд туров, от всех туроператоров, то есть все там есть, просто отдельно отели, пожалуйста, и конечно же, все сервисы от нас дополнительные получатся, консультация бесплатная, всех проконсультируем, приходите, будем рады видеть, смотрите следующие видео, и увидимся в следующих видео, с вами был Павел Георгиев, видеоблог, онлайн турагентства, Георгиев Тревел, с уважением и заботой, как всегда, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok